Кирилл, продолжим программу. Сейчас я почти закончил уже. Ты чем занимаешься так? Чем занимаешься, спрашиваю? Я занимаюсь оригами по-русски. Так, Кирилл. Так, Кирилл, ну... Это же простой самолет. Какой тебе оригами? Ой, понятно. Простой. Да не простой. А какой? А самый, что ни на есть, летающий. Раз уж заговорили на тему оригами. Да. Когда-то это искусство считалось элитарным. А все потому, что бумага была не всем по карману. Интересные факты об оригами подготовила Дарья Чернышева. Скоро сказка складывается, да не бумага. Ее искусственному покорению мы и посвящаем этот сюжет. А за оригами освоим с нами. Скорее бегите за стопкой А4, а мы пока покажем, что такого шедеврального может вылупиться из плоскости листа. Поскольку бумагу придумали китайцы, то и моделирование из нее вроде бы считается их заслугой. Но вот само слово оригами японское. Долгое время занятие было элитарным из-за высокой цены на материал. Бумага водилась лишь у священнослужителей и аристократов. А составление фигурок служило медитацией. Сегодня эта забава древних вдохновляет дизайнеров на создание интерьерных и костюмных концептов. Это минимализм, но закрученный и многогранный. Но прежде чем сконструировать ломанный арт-объект, надо освоить базовые модели. С них все и начинается. Теоретически можно складывать из салфеток, газет, банкнот и даже полотенец. Но начинающим это может скомкать весь настрой. Портить настоящую двустороннюю тисненую бумагу – дорогая ошибка. Для первых упражнений сгодится и офисная, только тонко нашинкованная квадратами. Фантазию он не ограничивает, а распаляет. Из блина, водяной бомбы, воздушного змея, птицы, рыбы и лягушки выпрыгивают все остальные модели. Модульная оригами – популярное нынче хобби. Из сотен заготовок можно собрать забавных зверушек или, например, кусудаму – шар. Это чуть проще, чем пытаться из листа бумаги без всякого клея соорудить нечто авторское, не по запатентованным выкройкам. При сборке кусудамы можно схитрить и использовать клей или нитки. А вот то, что вы сейчас увидите – чистое мастерство. Руки чешутся попробовать влажное складывание, но не будем на первых порах льстить себе. Практикуемся на журавлике – это одна из самых известных фигур. Легенда гласит, что если сложить тысячу птичек, исполнится любое желание. И отчасти это правда, потому что во время работы учишься концентрироваться, размышлять, запоминать, да и просто избавляешься от стресса. Разве с таким багажом ресурсов можно не добиться поставленных целей? Оригами часто используют в школах для развития моторики и воображения детей, а взрослые всерьез изучают геометрические феномены, как, например, математика-литератор Юис Кэрролл. Попросите у интернета схем, а у рук аккуратности. Из чистого листа сложится целый мир. Дарья Чернышова, Александр Гришин для Сибуинформбюро.